Газовое дерби, как зачастую называют встречи между Факелом и Газпром-Югрой, началось с новостей о смене главного тренера сургутской команды. Теперь этот пост занимает Рафаил Фабибуллин, который привез вместе с командой в новую рингу еще и внушительную поддержку в лице своих болельщиков. И по началу встречи гости действительно играли словно на своей площадке. У нас есть люди в команде, которым наоборот даже нравится, когда большое скопление болельщиков, и которые очень активно болеют, нравится, играется лучше. Нет, я думаю, что наши болельщики все равно были немножко впереди, потому что мы выигрывали. Поэтому у них было больше повода за нас порадоваться, соответственно, мы их слышали больше, гораздо чаще. Факел начинают в ожидаемом составе. Бакун, Жигадло, Титич, Мельник, Асташенков, Моссов и Шишкин. Однако уже в середине партии при счете 11-14, где Джорджи вынужден делать двойную замену, выпуская Сансонычева и Красикова. Практически тут же вместо именинника Титича выходит Рока. Но все эти замены не изменили ситуацию в игре. Югра все равно держит 5-6 очков преимущества и спокойно выигрывает первый сет 25-20. Как обычно, в первую партию мы вкатываемся, потихонечку, постепенно разогреваемся. Ну, ко второй партии поворачиваем обратно. Позлее чуть становимся, когда первую проигрываем. У нас так обычно получается. На вторую партию пара доигровщиков Факела уже Титич, Красиков. И этот вариант начинает приносить результат. 5-2 у рингойца выходят вперед, и гости вынуждены брать паузу. После перерыва Сургут начинает подтягиваться и отыгрывает пару брейковых мячей. Но перед вторым техническим перерывом Бакун находит свою подачу, и Факел ведет 16-12. Ну, ничего удивительного, в принципе, потому что последняя игра у нас была поражение 0-3, если вы знаете. Соответственно, как бы первую партию мы начали играть, и надо было вернуть уверенность в собственных силах. Если ничего такого сверхъестественного там не было. Следом отмечается Красиков, усложнивший сопернику прием, позволив нашим блокирующим набрать еще несколько очков. В итоге концовку сетов Факел проводит раскованный и полностью контролируя события. Сетбол после довольно зрелищного розыгрыша реализует все тот же Красиков. Третий сет и начинается, и проходит в равной борьбе. Ко второму техническому Сургут отрывается на два очка. Но после скидки Титичи и Блоком Бакуна в игре вновь полная равновесие. А дальше мы поняли, что выступать нам уже однозначно некуда. Как бы у нас задачи стоят, как бы все равно еще есть шанс побороться там за второе место. Да и в принципе надо находить свою игру. Плей-офф будет тяжелый для всех команд, поэтому... Наверное, просто раскрепостились. Поняли, что надо играть, как бы и... Удачно ребята вышли, помогли, как бы... Наладив приемы, усложнив подачу, Факел начинает прибирать инициативу матча к своим рукам, зарабатывая тройной сетбол. Однако Сургут догоняет и навязывает борьбу. Правда, в ключевой момент Факел все-таки добился своего 28-26. Четвертый сет такой же напряженный, как и третий. Почти всю партию команды идут вровень. И лишь при счете 19-18 в пользу Факела Титич выбивает прием и Красиков забивает переходящий мяч, делая брейк. Более того, следом промахивается Алексиев. И вопрос о победителе именно в этот момент можно было закрывать. 25-20 Факел одерживает победу и продолжает погонуть за Краснодаром. Судьба второго места в красной группе решится только в последнем туре регулярного чемпионата. Придерживаюсь той позиции, что лучше путь на втором месте, чем дополнительно еще играть, еще лишние переживания. И так людей мало. Здорово. Следующий матч Факел также сыграет Дома. 27 марта уренгойцы принимают шахтер из Солигонска.